Ну что ж, а у нас с вами тема имидж чиновника. Имидж чиновника в социальных сетях, чиновника, политика, депутата, мэра, губернатора. Имидж представителя органа власти в социальных сетях. Что с этим делать? Как всегда, начиная с любимых моих картинок, основная проблема, на мой взгляд, в том, что нам приходится, когда мы говорим о построении имиджа чиновника в социальных сетях, нам приходится начинать всегда из глубокого минуса. Каким бы замечательным ни был тот конкретный чиновник, которого мы продвигаем, потому что общее отношение к этому классу людей в нашей стране у основной аудитории резко отрицательное по понятным, очевидным причинам, потому что огромное количество а. стереотипов, б. реально проблемных кейсов, которые на каждом шагу мы видим в прессе украл, посадили, все разворовал, жирует во время того, когда народ бедствует и так далее. Мы это видим постоянно. И, конечно, вот открываешь новости, в туалете у министра здравоохранения Алтая нашли 6 миллионов. Как мы можем относиться? Здесь проблема в чем? Нашли у министра здравоохранения Алтая, аукну во всех уголках страны, потому что все эти люди воспринимаются как один и тот же класс. То есть нашли у министра здравоохранения на Алтае, но, условно говоря, где-нибудь в Карелии к министру сельского хозяйства все равно стали относиться хуже, потому что все они одним миром мазаны, все это мафия, банда и так далее. Так народ это все воспринимает. Арестовали очередного губернатора за взятки. И понятно, что поверить, что пензенский губернатор берет взятки, а нижегородский нет, ну, сложно. Привет, Ништюн, Новгород. Дагестанского экс-министра обвинили в создании преступного сообщества. Это сплошь и рядом. И каждая такая новость бьет, конечно же, по всем, кто занимается продвижением. То есть наша задача, как бы создавать позитивный имидж, строить доверие. Но мы, во-первых, начинаем всегда из глубокого минуса, а во-вторых, нас регулярно в этот минус опять загоняют вот такие вот кейсы и такие новости. Поэтому какие стереотипы основные в головах у людей по отношению к чиновникам? Равнодушие к людям, продажность, безразличие к интересам страны, консервативный, несовременный, ретроград, кондовый, ничего человеческого, никакой эмпатии, никаких чувств нормальных этих людей нет. Так воспринимается большинство людей. И наша задача, как бы с этим так или иначе бороться. Даже если наш действительно такой, нам, пиарщикам, все равно приходится с этим что-то делать. Кто достался, тот достался, с тем и работаем, как говорится. И все равно нужно что-то делать. Мы не можем ничего не делать в этой ситуации.